День неторопливости Что вообще самое удивительное, основали в 2007 году этот необычный праздник экспрессивные и энергичные итальянцы. И теперь вместе с ними его отмечают в более чем 90 странах и столицах мира, включая Париж, Лондон и даже Вашингтон. Да-да-да, и не менее экспрессивные казахи. Это мы любим, да. Медленное и неспешное смакование жизни во всех ее проявлениях – девиз этого дня. Для него специально разработаны 14 особых заповедей жизни. Да, среди них… Чего-то я тормознула опять. Раньше классное было оправдание, музыка хорошая играет. Среди них такие, как не нервничать в пробках, ой, как этого нам не хватает, да. Стать хоть немного раньше, чтобы встретить рассветную и сполна оценить вкус завтрака. И непременно заняться какими-то спокойными, размеренными делами. Да-да-да, и с момента основания День и Торопливости оброс забавными и интересными традициями. К примеру, в столице Италии проводится медленный марафон, где 300 метров нужно пройти более чем за час. Иначе выписывается штраф самым торопливым пешеходам. Да, ну а мы, мы, в свою очередь, можем не торопиться, потому что у нас на прямой связи наш звездный таролог Наталья Корноухова. Ой, какой всегда прекрасный понедельник. Да, Наталья, доброе утро. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Для Даши сегодня праздник. У меня всегда понедельник и пятница праздник, потому что к нам в эфир выходит Наталья Корноухова. А когда вы приезжаете к нам прям на студию, по-настоящему и физически, ну все, я потом еще полгода счастливая хожу. Наталья, вам слово. Доброе утро. Доброе утро. Дарья, с прошедшим днем рождения вас. Спасибо. Пусть в этом году все исполнится так, как вы задумываете. Дай бог, да. Спасибо. Ага. Надо, Надя, Наташа. Ну что, переступим. 24-е было последнее. У нас сегодня с вами новая колода. Посмотрите, какая красивая золотая. Сейчас мы еще карты увидим, да? Она какая-то золотая, да? Золотая карта. Золотая. У вас появилась золотая карта. Дарья, давайте подарочный вопрос. Есть какой-то, быстренько, какой-то личный вопрос, что вас интересует? Раз мы день рождения, давайте начнем с вас. Да, 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 давайте, давайте, давайте. А можно опять про квартиру спросить? Про квартиру? Она уже покупает десятую квартиру себе. Если не покупала. Что, вероятность продаж? Да, да. Да. Такая шикарная квартира. Понятно. Кто ее не покупает? Слушайте, ну уже получит. На каком этаже? Уже получит ситуация. На каком этаже? Здесь уже справедливость. А, второй этаж можно покупать, в принципе, да. Справедливость — это юридические договора. Здесь должно быть все очень четко по юриспруденции, чтобы была вся чистая. И здесь прям, знаете, такое зеркало. Дарья, прям вкладывайтесь правильно в эту продажу, и все получится. Смотрите, Паш Кубков — это когда я доволен, я счастлива, у меня все хорошо. Но здесь абсолютное зеркало. Вот как вы к этой ситуации относитесь, так вам эту ситуацию зеркальна. Поэтому если есть какое-то напряжение, снимите напряжение. Нет, напряжения нет. Я так спокойно отпускаю эту квартиру. Я так хочу, чтобы там хорошие люди жили. Напряжения нет. Есть возмущение, что долго квартира не покупается. Да. Такая классная. Посидите, прям поговорите со своей квартирой. Напишите мне потом в личку, я вам расскажу, что делать там. Все. Можно Наташа сама купит. Да, я обожаю этот блат. Обожаю этот блат. Наташа, а вы не хотите купить квартиру Даши? Могу сказать. Мне больше нравится нижняя часть города, поэтому, увы. Ай, понятно, понимаю вас. Ну что ж, а теперь энергия этого дня, да? Давай. Первая, вторая. Прям покажу. Первая, вторая. Выбирайте. Вторую хочу. Я выбираю первую. Да? Как мы делимся, да, всегда с тобой. Так, супер. Значит, первая для Жанны. Семерочка кубков. Энергия, когда сегодня можно сразу много дел делать. Это моя. Но здесь важно. Сегодня могут сразу несколько появиться предложений. Это все очень хорошо, потому что вариантов много. Но здесь ваша задача какая? Не размазаться по этому пространству. Потому что можно сразу схватиться за несколько дел и не делать ничего. Поэтому ваша задача сегодня выбрать прям одно-два дела. И идти только в это. Не размазывайтесь. Это самое важное. Но какие-то новые предложения могут быть хорошие сегодня. Поэтому прям откройтесь миру, но не хватайте за все сразу. Первое дело сходить в больницу. А вот для Дарьи сегодня башня. Дарья, вот эта карта, она как раз дает нам вопросы с недвижимостью. То есть башня это прям недвижимость. Поэтому сегодня вот эти вопросы прям решайте максимально. В целом башня еще нам может давать какие-то резкие, непредвиденные ситуации. То есть если это не квартира, то это может быть что-то рисковатое. Поэтому сегодня осторожнее на дорогах, кто выбрал вторую карту. И следите за артериальным давлением. Может повыситься. А у меня уже с утра, у меня жутко болит голова, в глазах рябит. Удивительно, что я еще с вами на связи. Да, смотрите, как эти карты чувствуют. У меня уже, вы как бы предсказали, а у меня она уже наступила. Вот буквально 15-го года. Ну поэтому эту энергию переводите в недвижимость. Убирайте это с давления и уходите в квартиру. Вот и все. Наталья, еще знаете, 24 февраля была последняя полнолуния этой зимы. Что она вообще сулит на... А, вы что? Совсем забыла? Я вам рассказала, что было это полнолуния. Еще энергия рикошетит немножко. Поэтому сегодня, кто не сделал, четкое прописывание своих задач и планов. Но не как обычно, я хочу машину. Нет. Я хочу машину такой-то марки, такого-то кода выпуска, такую-то стоимость. То есть максимально прописывайте детально. Сегодня еще хороший день, еще успеете сегодня. Если квартира в каком районе, что именно. Хотите покупателя, напишите, какого хотите покупателя для своей квартиры. Какой это должен быть человек, семья какая-то. Поэтому сегодня еще успеваем. Пишите желание, деталь, но это очень важно. Тева нам дает детализацию. Вот, пишу. Хочу покупателей счастливых, семейных, которым не жалко такую красоту передать. А что там дальше? По энергии недели. Мы же про неделю забыли, нажали на понедельник. Энергия недели. Столько всего сразу, да, у нас с вами? Так, первая энергия недели и вторая. Отличный вариант, его оба уже вижу. Вторая опять хочется. Первая, я первая. Да, телезрители тоже выбираем обязательно. Кто вместе со мной выбирает. О, первая карта пошла. Первая-то моя, да? Первая, это шестерка мечей, лучшая мечевая карта. Уход к лучшему, переход к другим берегам. Это могут быть поездки, командировки. Это может быть, в принципе, вы энергетически настраиваетесь на что-то более позитивное и лучшее в жизни. Очень благоприятная карта для того, чтобы сделать перемещение. Либо из точки момента во что-то лучшее, либо фактически переезжать, съезжаться с любимыми, жениться и покупать квартиру. Ну, вот все то, что нам дает движение, идеальный вариант на эту неделю. А второй вариант, здесь вообще красота невероятная. Туз-кубка. А любые языки? Туз-кубка – это любовь. Это открытая энергия. Это, кстати, энергия для водных знаков очень хорошо подходит. Рыбы, скорпионы. Ну, да, для вас как раз, Дарья. Когда можно прям открыться миру. Поэтому очень классная энергия для того, чтобы любить, быть любимой, проявлять себя в социуме. Единственный минус здесь может быть эмоциональная нестабильность. Поэтому старайтесь прям такой, знаете, кто плачет, кто смеюсь. Очень сильный эмоциональный перепадок. Ну, для рыб это вообще характерно. А для всех остальных, в принципе, держите немножко эмоции под контролем. Тогда будет все делаться проще. Отлично. Любить, быть любимой. Ой, в эту неделю нужно стараться быть любимой, да? Слышал, Сережа? Мне нужно быть любимой. Да, я надеюсь, он меня сейчас слышит. Ну, к сожалению, эфирное время, да, у нас не резина. Я бы с вами вообще весь час пообщалась. Но есть некоторый регламент, да, который нужно соблюдать. Наталья, вам спасибо. Я вам обязательно напишу в директ чуть позже, когда эфир закончится. Пока-пока. Ну, а мы... Переходим на рекламу? Рекламу, да? А, нет, не разрешили нам на рекламу ходить. Нет, мы до рекламы еще далековато, да? Давай тогда поговорим еще. Да-да-да. Нет, мне започат, я хотел предложить... Ты так любишь Наталью Карнаукову, что, может быть, тебе продать квартиру и переехать к ней? О-о-о-о! Так, это получается... Зато каждый день у тебя будет свой поторолок, ты знаешь? Это прекрасно, я считаю, это прекрасно. Ну, а мы продолжаем. Ага, так. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас у нас продолжение. Этима пешеходов и автолюбителей. Всем известно, что правила дорожного движения для всех одинаковые. Но некоторые владельцы автомашин почему-то уверены, что на них законы не распространяются. И для таких водителей придумали даже термин автохам. Под эту нелестную характеристику попадают любые злостные нарушители правил дорожного движения и, в принципе, человеческого поведения. Да, они плюют на правила. И не только на правила, они плюют на асфальт, вообще на все, что можно проплевать. И это тоже вообще такая боль. Они не уважают соседей по дороге. И, конечно же, к пешеходам они тоже плохо относятся. Абсолютное неуважение. Но есть и пешеходы, которые либо не знают правила, либо осознанно их нарушают и тем самым создают очень опасные ситуации на дороге. Совершенно с тобой согласен. И всего этого можно избежать, если уважать друг друга и помнить о простых правилах безопасности. И давайте сейчас вместе с Зеленовой и Зеленовой еще раз вспомним, как нужно вести себя на дороге, если вы пешеход. Ой, обожаю ее сюжеты. Давайте посмотрим. К сожалению, обязательно знание правил дорожного движения требует лишь от водителей автотранспорта. Ну а как же другие участники движения? Ведь есть и пешеходы, для которых есть определенные правила. Итак, что же можно и нельзя делать пешеходам? Давайте разберем. Правила прохождения пешеходного перехода без светофора. На данном перекрестке мы должны посмотреть по сторонам и убедиться в отсутствии транспортных средств, так как сейчас зима, гололед и все остальное. Также дорогу нельзя переходить в капюшоне, в наушниках или уткнувшись в телефон. По тротуару лучше идти по правой части спокойным шагом и не создавать помех для других пешеходов. Если на проезжей части нет тротуаров, либо нет возможности движения по ним, вы можете двигаться вдоль проезжей части в один ряд, не мешая транспортным средствам. Также для более безопасного движения желательно идти против направления транспортных средств, чтобы вам было их видно. Если нет тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, то вы можете передвигаться по велосипедной дорожке. Очень часто люди ленятся подниматься на надземный переход и начинают просто переходить в проезжую часть, где скорость достигает 60-80 км в час. Но речь идет о вашей безопасности. Пробегать данным образом ни в коем случае не разрешается. Не спускайтесь на проезжую часть и не пытайтесь остановить автобус таким образом, ведь водитель увидит вас сам и остановится. Ни в коем случае ожидать автобуса таким образом нельзя, так как это в целях вашей безопасности. Ожидайте на платформе автобусной остановки. Только строгое соблюдение правил дорожного движения защищает всех нас, водителей и пешеходов, от опасностей на дороге. А сегодня в нашей студии управляющий директор отраслевого развития Палаты предпринимателей города Алматы Нариман Иврагимов! Нормальный, да? У нас очень весело, Нариман. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Серьезный человек у нас сегодня в гостях. На серьезные темы придется разговаривать. Конечно же. Ну тогда это с тобой. Обычно несерьезные темы у нас ведет Даша. Это я люблю, да. Нариман, конечно, очень приятно, что вы пришли сюда. Скажите, пожалуйста, вот у вас Палата предпринимателей, да, получается? Вы бываете частыми нашими гостями. Но дело в том, что зрители бывают разные, приходят кто-то, кто-то видел, кто-то видел. Скажите, пожалуйста, вот о вашей деятельности Палаты предпринимателей. Чем вы занимаетесь конкретно? Ну, Национальной Палатой предпринимателей основным аспектом является развитие бизнеса и защита прав бизнеса. А по городу Алматы у нас есть оригинальная Палата предпринимателей города Алматы, где у нас в составе имеются квалифицированные юристы, где защищают по всем вопросам именно защита прав бизнеса от административных барьеров, либо других каких-либо действий со стороны тех или иных, так скажем, органов. Да, понимаем, что... Есть ряд квалифицированных специалистов, где дают возможность для поддержки, для развития предпринимательства по городу Алматы. Есть и те направления, где дают обучающие курсы для начинающих бизнесменов, которые подсказывают, как правильно идти и в каком направлении можно будет двигаться. Ну, вот смотрите, если, допустим, кто-то превышает свои должностные обязанности, не будем прямо озвучивать, можно прийти к вам, бизнесмену, да, и попросить о юридической помощи? Конечно, да, если это идут со стороны, ну, так скажем, должностные обязанности, соответственно, это значит какой-то чин, да, в сторону бизнеса. Если мы уже подключаемся, да, после этого уже полностью анализируем ситуацию и подключаемся во все апелляционные суды, так скажем, во все действия. Только если в том случае, если предприниматель прав, да? Да, если предприниматель прав, в принципе, я обратился к нам, да, туда. А вот почему у предпринимателя, я просто слышала такое, мне даже подсказывали обратиться в палату предпринимателей, типа, сама ты не решишь этот вопрос, тебе нужно прямо вот идти в палату предпринимателей, потому что там юристы мощные. Да, на законном уровне... И говорят даже наглые. Да. Но это хорошо, да. Это очень хорошо, да, потому что на законном уровне юридический язык, он свой, он другой, правильно же? Соответственно, у нас юридический отдел и юридический блок в целом, он дает большую поддержку для развития палаты предпринимателей и развития бизнеса. Соответственно, они знают, на каком языке и на каком уровне разговаривать с теми или иными лицами, так скажем. Да, мы-то, есть такое слово, менюжуемся. Менюжуемся, да, 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 такое подсказание. Скажите, пожалуйста, вот какие направления вот сейчас экономические, по экономическому развитию Алматы вообще сейчас предпринимается вообще? Смотрите, у нас, как вы знаете, в прошлом году принятый документ приоритетное развитие, да? Териториальное приоритетное развитие города Алматы. А ну-ка, давайте поподробнее об этом, пожалуйста. Тут у нас выбраны несколько областей, несколько отраслей, где приоритетное развитие дается. Это обрабатывающая промышленность, туризм, IT, креатив. Вау. Да, где будет нацелен удар, то есть нацелен, так скажем, все те или иные поддержки от города Алматы и государства для развития отраслей. То есть, если к вам приходит предприниматель и говорит, я хочу сделать такое, такое, такое для города, вы его поддерживаете? Да, соответственно, от его бизнес-плана, соответственно, от его идей. И в целом его мероприятие, которое он впереди хочет поставить перед собой, то да, не вопрос мы поддерживаем, конечно, если человек адекватный. Ну да. Человек, который пришел и хочет действительно заняться тем, так скажем, открыть какой-то цех по производству, то мы его направляем, подсказываем, как правильно ему идти. Пишем за него бизнес-планы. Если у него нет штата бухгалтеров, мы за него предоставляем бухгалтера. А вот это вот на платной основе или платной? Это все бесплатно. Это по идее бесплатно же. Не по идее и никак идее, все бесплатно. Нет, нет, но дело в том, что, я не знаю, почему, я видел, я еще видел в прошлом году, висели большие билборды, где было написано, вот такая копалась предпринимателей, которая помогает вам этот бизнес бесплатно. А почему тогда многие люди к вам не... Так вот и я тоже не обратилась, когда вначале мне было очень тяжело. В свой бизнес она вообще никому не обращалась, и все-таки там это какие-то есть сложности. Нет, несложности нет, но это, во-первых, давайте так скажем, это все пиар. Да, если пиар слабоват, ну мы же за свой счет пиаримся. Мы максимально стараемся для всех предпринимателей, для тех лиц даже, кто хочет открыть какое-либо дело, свое предпринимательство, мы приглашаем к себе, welcome, проблем нет. Мы готовы помочь. А записываться нужно как-то? Нет, ничего без записи, без ничего, проблем нет. Пришли, у нас есть Центр обслуживания предпринимателей, где сейчас он, в этом году сейчас обратно, так скажем, переформатируется на многофункциональный Центр обслуживания предпринимателей, где будут данные. А разница? Разница в том, что будут у нас сотрудники НАУ, находятся у нас, сотрудники НАУ и Тацион, где помогают также открытие бизнеса, подправляют, то есть через их базу тоже будем скрещиваться. Ух ты ж. А вот интересно, вот Нариман, я, например, захотел открыть какой-то бизнес, да, скажем так, я в этом совершенно ничего не смыслил. А вот захотел открыть и все, но решил поправить свое материальное положение. Прихожу к вам, я, знаете, я хочу открыть переменную, а вы говорите, нет, перемены сейчас не актуальны, потому что там, вы то есть... Нет, 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 у нас такого нету, понятия то, что актуально, неактуально. То, что вы хотите открыть, это на ваше усмотрение. А вы говорите, мы направляем... Мы направляем, есть государственные поддержки, все зависит от того, если у вас есть свой капитал, так скажем, да, то не вопрос, мы вас поддерживаем и направляем, то есть помогаем. Так, если у вас нету капитала и вы хотите получить поддержку от государства, то мы подсказываем, в каких отраслях можно будет развиваться. А, вот. У нас есть две программы, государственная и городская программы. Уникальный город Алматы, у нас две программы, если это Алматы Бизнес 2025 и ДКБ, Дорожная карта бизнеса, которая дает возможность для предпринимателей Алматы развития и становления на пути бизнесмена, так скажем. Где вы были год назад, когда я открывалась? А еще не поздно, в принципе, можно сейчас даже поддержать. Если у вас, например, вы открыли ИП и ведете сами бухгалтерию, ну, есть очень много, правильно же? Да, 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 да. То мы можем бесплатно тоже в этом плане помочь, предоставить им бухгалтера, где вы можете приходить, давать отчеты, за вас будет подсказывать бухгалтер, как правильно. Я не что, и платить ему ничего не будет совершенно. Давайте пока я смакую эту новость, мы уйдем на рекламу, да, и сразу после еще у нас есть к вам вопросы. Реклама на телеканале Алматы. Мы продолжаем, Нариман Ибрагимов у нас сейчас прямо здесь в студии, хотел сказать, на связи. Вот какие сейчас, у меня такой хороший вопрос, какие перспективы развития вы видите сейчас для малого и среднего бизнеса в городе Алматы? Ну, Дарья Ханам, они, в принципе, перспективы не существовали очень давно, существуют, и будут продолжать существовать, потому что приоритет один из направлений – это развитие малого и микробизнеса. Так скажем, у нас послание президента, помните, как он четко сказал в прошлом году, расширение пула среднего бизнеса. Чтобы расширить пул среднего бизнеса, необходим нам малыши, так скажем, микро и малый бизнес, который будет расти из микро и малого бизнеса, переходить в средний бизнес. Да, есть очень много госпрограмм, где помогают, так скажем, в развитии малого и микробизнеса по городу Алматы в зависимости от отраслей, я вот как и хочу сказать. Основная часть, это у нас, как я ранее говорил, это приоритетные отрасли, это у нас обрабатывающая промышленность, вообще промышленность, креативная часть, IT и туризм. Туризм, у нас создан совет по туризму, куда входят наши предприниматели, инвестора потенциальные предприниматели, где мы с госорганами отрабатываем вопросы для развития туристского бизнеса по городу Алматы. Если мы возьмем, мы же как вообще в целом понимание, да, у нас по туризму, туризм это вот прилетели, улетели, нет, это все полностью подведение инфраструктуры, подготовка площадки, выделение земель, строительство. То есть это все подтягивает мультипликативный эффект бизнеса для развития той или иной области и отрасли. А вот городские власти вас охотно поддерживают? Да, мы хорошо дружим с местными исполнительными органами, со всеми, и с Акиматом, прокуратурой. Ну потому что палат принимать, это же... Да, мы золотой мостик среди бизнеса, между бизнесом и государственными властями. Крутяк, крутяк. То есть они должны друг друга поддерживать, у вас очень, что вы... Есть бизнесмены, которые, например, не понимают иногда государственный язык, госслужащие. Да, да, да. Мы переводчики. Мы переводчики, объясняем, говорю, слушай, они тебя хотят это, 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 сделай то, 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 то. Вот вышел закон, да, и мы не знаем, как это. Да, и мы начинаем разжевать, то есть объяснять, разжевывать полностью, чтобы это, как говорили ранее один учитель, чтобы бабушка даже поняла. Да, да, да. Ну в принципе да, потому что я сейчас очень много положил в этих людей, которые тоже заняты, хотят бизнесом, в конце концов, но много, но не понимают. Ну вот я тоже вообще абсолютно профан, я вот, мне бухгалтер что-то говорит, я, ааа, что, ааа, как можно, нормально. Мне кажется, что ты очень опытная в этом деле. Нет, ничего неопытная, ты что, там столько этих, вот теперь я знаю, если что, к кому обращаться. А вот какие меры поддержки бизнеса и предпринимательства вы считаете сейчас наиболее эффективными? Ну вот, например, вот на вашем опыте, да? Ну, меры поддержки все эффективны. Даже давайте начнем с того, что не финансовые меры поддержки, которые преподносит АТА Микен, Национальная палата предприниматель. Мы поддерживаем бизнес, тот, кто хочет открыть бизнес, вести бизнес, мы его поддерживаем в плане написания бизнес-плана за него, бухгалтерские услуги, выступления на госзакупках, юридическая поддержка, то есть мы можем подсказать, мы можем помочь. Вы знаете, люди бывают... Ну и есть еще финансовые и нефинансовые меры поддержки, то есть мы должны разделить, где есть нефинансовые, где есть финансовые. Финансовые меры, это есть институты, где выдают, так скажем, кредитный лимит под низкий процент. И вы можете подсказать. Да, мы можем подсказать, какие именно есть финансовые институты выдают для развития бизнеса. Да, просто я примерно... Я просто расскажу идею, мысль. Есть безалоговые и залоговые кредиты, правильно? Это финансовые инструменты. Есть нефинансовые инструменты в лице Палаты предпринимателей, где мы предоставляем услуги на безвозмездные. Да, хорошо, что вы уточнили, потому что сейчас зрители посмотрят, кто-то не поймет и придет к вам за деньгами, скажет, вот вы только что были на телеканале Алматы, дайте мне поддержку в виде финансов. Да, Атамикен, то есть Палата предпринимателей города Алматы именно, не выдают финансовое... Вы можете дать направление, а куда обратиться в финансовую поддержку. Это, знаете, косвенно, это финансовая поддержка, бухгалтер даже тот же самый. Нет, ну да. Стороннему бухгалтеру платят немаленькие деньги, чтобы он... Это вот вы так хорошо понимаете. Да, да, да. Скажите, мне все-таки опять же интересно. Про пельменную? Опять нет. Так, понятно, что Жанн Кроет. Кстати, пельмени я тоже очень люблю. Мы часто кушали пельмени, что-то их маловато, пельменные встали в Алматы. Все, самса, самса. Ага, согласна, везде. Скажите, Нарь Ивановна, ну вот, когда человек приходит к вам за помощью, долго ли стоит в очереди? Сколько вообще ваш штат? Потому что вот вы все-таки... У нас Алматы — это город-миллионник, не один миллионник, да? Вас, и вот все сейчас ринутся к вам, и туда, у вас там будет столпотворение какое-то, революция? Ну, давайте так скажем, по штату нас на всех хватит. Точно? Да, да. У вас так много? У нас много. У нас много. Один заменяет десятерых, так скажем. По столпотворению проблем нет. У нас есть разделенные линии, конкретно если вопросы микро и малого бизнеса, есть у нас центр обслуживания предпринимателей. Если малый и средний бизнес, у нас есть отраслевое развитие, где мы подсказываем, помогаем полностью. У нас есть отраслевой отдел, отраслевой блок, где помогать именно по отраслям разбить, какая именно проблема, и уже ее расширять и далее уже восполнять. Скажите, а ваш адрес где вы находитесь? Жбекжолу 135, второй блок, восьмой этаж. У нас open space проблем нет. Хорошо, в инстаграме. Жбекжолу — это угол чего? Это угол Мангельда. А, он open space. А в инстаграме вас как найти? В инстаграме у нас есть телеграм-канал «Бизнес-штаб Алматы». В фейсбуке у нас «Палата предпринимателей». И в инстаграме у нас, если не ошибаюсь, «Атамикен Алаем». Ага, «Атамикен Алаем». Все, спасибо вам большое. Я свои вопросы практически уже решила. Самое главное, просто одно дело услышать, другое дело еще раз просмотреть в инстаграме, в интернете, простудировать. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо. Вы прямо очень включенный. Мы спрашиваем, сколько человек. Один за десятерых работает. Спасибо вам за вашу включенность. Надеюсь, сейчас для многих нашелся какой-то ответ, если есть какие-то вопросы или проблемы у предпринимателей. Есть поддержка, есть помощь, обращайтесь. Ну и приходите к нам еще, чтобы еще раз и еще раз людям напомнить. Кто-то сегодня посмотрел, через неделю, например, включить телевизор, телеканал «Алматы» и посмотрит. Поэтому приходите к нам почаще. И я к вам тоже забегу. Будем ждать. Ну а мы, наверное, вот на коротенькую рекламную паузу прервемся и сразу после еще много интересных гостей у нас в студии. Ну а к нам в гости пришел... Вау, как ты... Ух ты ж, как ты... Это было неожиданно. К нам в гости, да. Пришел основатель профильной клиники, лор-хирургии, отоларинголог, пластический хирург, также член Ассоциации Южной Хирургов Южной Кореи и Евросоюза, Мухаммед Жбайр. Вау! Проходите к нам в гости. Вау, как Айболит. Вау, как Айболит, скажите, я не имею никакого отношения. Айболит же только животных, да, лечил? Или не всегда? Ну как бы приходилось, да? Ну да, если человек заболеет, то... Я не могу, я услышала песню, я думаю, вдруг ветеринар к нам пришел. Только что про хирурга говорила человеческого. Классическая хирургия нравится. Вы классический хирург. Да. Вы делаете, получается, не только операции, которые по здоровью, да, то есть и отоларинголог, но и по эстетическим вот этим вот моментам. Как, что чаще всего делают вот именно на нос женщины? Нет, что чаще всего делают вообще хирурги-пластические, именно отоларингологи, именно отоларингологи. Да, я как являюсь лорой врач, 10 лет работал. Я сейчас в Казахстане впервые, кто открыл именно ринопластика. Ринопластика – это эстетическая операция на нос. Велять, ну, как, очень главное, что было функционально эстетически, как вы сказали в начале. Функционально – это чисто для установления дыхания носа. Очень, как я лорой врач, мне пациент очень важно, что он носом полностью не дышал после операции. Что после ринопластика не просто я могу сделать красивый нос, а звенитый функционально не дышит нос. Это большая проблема в пластической хирургии. И как все знают, это самое популярное в последнее время – это ринопластика в Казахстане. И еще вам скажу, она самая сложная операция в пластической хирургии. – Серьезно? – Да. Я вам скажу все. – А зачем вы на самое сложное пошли? – Дело в том, что действительно, вот вы сейчас об этом скажете, чтобы правильно дышать. Бывает, что там какой-то полип происходит. Но дело в том, что недавно моему племяннику сделали такую же операцию, но вот он ему стало легче, где-то буквально полгода он нормально дышал, потом опять этот проход закрылся, и я опять не дышал. – Вот это большая проблема. – Значит, неправильно сделали это, получается? – Ну, не могу сказать, что неправильно. Там много уансы. – Смотрите, почему я говорю самое сложное и подход индивидуальный именно к риносептопластике, потому что надо выбрать не только пластический хирург, надо выбрать именно лоры врач и пластический хирург именно узкий специалист. Я занимаюсь только риносептопластикой. – Вот только нос. – Вот эстетика, да. В последнее время к нам обращаются в клинику очень много, 80% женщины, и стало мужчинами последнее время очень много. Раньше мало было, но сейчас почти 20%. – Да, вот моя работа, как видите, это была бацинка с горбинкой с нарушением функции дыхания. Мы сразу делали риносептопластикой для функциональной, это для дыхания, эстетически для функции. – Так это получается, там в гефтрафе вижу, один нос такой, более курносый, а другой нос такой. То есть вот тот нос был первый, да? – Первый – это с горбинкой. – С горбинкой? – Да, это до, а после – это как европейзация. – Аблизация такой носа? – Это азиатская европейзация. Это сейчас мода. И сейчас все хотят красиво выглядеть, и как делают плефоропластики, и все операции в мире. – Вы вот сейчас как пластический хирург. – Да. – Подскажите мне, пожалуйста, я к чему? Я просто, когда была в Санкт-Петербурге, я приходила к хирургу, вот конкретно вашей отрасли, так сказать, да, специализации, и я хотела сделать нос. Я не скажу, где я хотела, что я хотела. И мне хирург говорит, да, точно надо, я ничего не сделала. Скажите, вы как хирург меня прогнали бы или сделали бы мне операцию? – Тоже, смотрите, ко мне обращаются каждый день около 10-15 консультаций. Приходят, я выбираю около 3 пациента, 4 пациента, я беру на операцию. Я выбираю пациенты. – Вау. – Остальные отказывают. Почему? Это очень важный вопрос в пластической хирургии, потому что очень много пациентов, у них не только проблема в наружном носу, у них проблема психологическая. Я могу сделать идеальный нос, но моя пациентка, она не будет довольно довольна. – Да, со собой не будет счастлива. Я объясняю, я сделал операцию, они все равно будете счастливы. У вас проблема совсем другая, это психологическая. – Вау, психолог. – Да. Поэтому очень важно выбрать пациента, именно индивидуальный каждый пациент подход. – Скажите, пожалуйста, а какие технологии вы сейчас отбираете, может быть, какие-то новые технологии происходят? – Да. – Понимаю, нос один у человека, да? – Да. – Но с каждым годом технологии имеются, какие-то новшества вводятся, да? – Согласна. – Вот об этих технологиях вы расскажите немножко? – Смотрите, именно… – И коррекцию носа именно. – Я помню, 10 лет назад, когда начал путь мой ринопластик, мы начали молотком, ломали нос, да, лотком, да. – Я думала… – Это очень сложно. – Это очень сложно, это осложнение много, кровотечение, оттоки, синяки, реабилитация. Очень сложно, мои пациенты проходили это 10 лет назад. Тампонаты длинные ставили в нос, нос не дышит. – Да, да, да. – А сейчас, если смотрят мои работы, я вам показываю всегда, если смотрят мои работы в социал-медиа, всегда показываю в операционной сразу, без оттоки, без синяки, без тампоната. Это… Я впервые в Казахстане открыл ультразвуковая ринопластика с помощью без аппарата. Это аппарат самый современный в мире сейчас, который сейчас мы используем ринопластика. – Мухаммед, вот вы сейчас напомнили, мне сразу стало больно. – Вот. – Я тебе не рассказывал. Это было много лет тому назад, скажем так, в студенческие годы, когда мне сломали нос. Ну, все мы были студентами, драки, туда-сюда. Мне сломали нос, что вот так вот. Мне сказали, у нас не Франция, ты не Бельмондо, надо менять нос, все-таки выравнивать его. Я пришел в нашу клинику, тогда была только клиника одного в Алмате, частных не было клиник. Так вот, я помню, меня привязали, руки, ноги привязали, и засунули какой-то такой штырь. – Зелезный. – Да, ее выпрямили, это была страшная боль, я был весь мокрый. Оказывается, я как бы там что-то не действовал наркоз на кости в то время. Потом начинается делать, как вы сказали, что тампонада. – Да, да, да. – Тампонада. Это берут почти полтора метра бинта, его скручивают вот так вот жгутом, туда вставляют, и фиксируют, и забивают его. – О, вы хорошо знаете, да. – Это была дикая, дичайшая боль, где я кричал. Ее забивают, чтобы зафиксировать кость. Это ладно, потом вторую. И забивают ее вторую. Вот эти вот метр забивают в одну ноздрю. Представляешь, вот метр бинта забивает в одну ноздрю. И вот отходишь, и потом дичайшая боль два дня, ты не можешь никакие обезболивающие, ничего не помогает совершенно. Рассекается все лицо, и это просто ужасно. Это продолжается где-то по дней 5-6, потом это отходит. Но это просто дичайшая. Если бы все испытывали такую боль, то никто бы не дрался. – Да. – А сейчас уже не так больно. – Нет, сейчас мои пациенты на следующий день идут в ресторан, идут на встречи, они могут работать. Да, потому что абсолютно они себя хорошо чувствуют. Нос дышит, потому что не используем тампонаты абсолютно. Отходили это уже 7 лет. – Нет, ну как это я… Мухаммед, если не могу понять. Вот если нос был окривлен, его ударили, да? Что часто бывает у мужчин, скажем так, да? – Сломали нос, вот сломали сюда. – Да, да. – Ее же нужно выровнять сюда же? – Да, да. – Ну как это можно на следующий день пойти в ресторан? Я не могу понять. – Ну я говорю не про экстренный случай, когда травма. Я говорю, когда пациент, вот как она хотела на примере, хочу горбинку убрать, эстетику, хочу выровнять, хочу дыхание. – То есть вы долотом теперь не делаете, что ли? – Абсолютно. Мы уже 7 лет, как отходили этот молоток-долоток, поэтому наша клиника, с вами современное оборудование – это ультразвуковая безообразная ринопластика. – Мухаммед, сейчас мы будем вынуждены перерываться на рекламу, а потом мы вновь вернемся на нашу студию, так реклама на канале «Алматы», а потом мы вновь вернемся на нашу интересную теме, которая для всех актуальников. – О, да, актуальненькая, да. – Мисс Бобов, да, сейчас актуально. – Как мы без остановки просто, даже в период рекламы столько вопросов было, все-таки вы пластический хирург. – Хорошо, я все хочу свой вопрос задать. Вот вы, как пластический хирург, сделали бы мне операцию? Вот визуально, как вам мой нос? – Я считаю, ваш нос идеальный. – Я тоже. – Спасибо, я считаю, что вы хороший хирург, потому что я хотела крылья носа чуть-чуть сделать уже. – Я вам скажу, если узи брыслы вот так держите, узи у вас не будет естественно смотреться. – Покажи, покажи нос. – У вас так очень идеальный. – Тогда у тебя, получается, еще будет острее нос, да? – Поэтому вот такие пациенты, я им отказываю от операции. – Это прекрасно, это прекрасно. На тот момент я психологически была действительно нестабильна. – Вот, это был, может, в какой-то момент у вас был стресс, семья, в работе, и хотите что-то изменить в свою… – Да, кажется, что я этим самым могу решить. – И пойду в пластический хирург, можно не изменить, я говорю, нет, вам надо просто как обратиться к психотерапевту, и все на это закончится, тогда будет хороший результат. – А вот если, например, знаете, бывает у девушек горбинка, но она красивая. – Да. – Вы оставляете или вы все равно делаете операцию? – Нет, смотрите, все индивидуально, как пациент требует от меня. Есть пациентка, я хочу как Анжела Жюли, хочу как барби нос, сейчас модно барби нос делать. – А это какой барби нос? – Барби нос – это изгиб и кончик… – А у тебя такой барби нос? – У-у-у-у! – У-у-у-у! – У вас красивый нос. – Спасибо! – Поэтому каждый подходит индивидуально. Кто меня требует? – Натуральный нос. Я, например, я работаю, моя работа, все на 80% натуральный естественный нос. – Прекрасно. – 10-15% меня пациенты, если приезжают из Дубая, из Германии, у нас очень много иностранцев приезжают в нашей клинике. Требует именно барби нос. И если он подходит к ней, к лицу… – Если подходит. – Да, я тоже. Бывает, например, не подходит, я говорю, извини, давайте это не пойдет вам барби нос. Более натуральный или евробизация, затем тогда будет естественно красиво. – Ну, то есть, да, там же нужно все-таки, кстати, чтобы соответствовало лицо, правильно лицо, правильно лицо. – Вот, это очень подкопирка, и все, там большая нельзя делать. – Там нос барби будет, а лицо совсем для этого не соответствует. – А лицо другое, да, большое или там не подходит. – Можно я, я же, муж меня не простит, если я вам этот вопрос не задам. У него перегородка тоже, он… – Да. – Можно? Все, мы к вам. – Можно. Эта перегородка, эта функция, она это очень важно, потому что каждый второй-третий человек в Казахстане, он страдает дыханием. – Из-за этого болит голова. – Да. – Кислородное голодание, нос не дышит, храбит, проснулся сухость во рту, не выспался и без настроения, поэтому мы должны полностью дышать грудью через нос и брать дыхание, не через рот. – А можно еще вопрос как хирург? – Кстати, у моей дочки точно так же, только одна сторона дышит. – Ну, надо привести… – Вот просто приводить. – И от этого, кажется, бывает, что бывает искривляется нос чуть-чуть, от дыхания искривляется нос. – А можно я еще как хирургу вам задам вопрос по поводу вот этих, давайте просто не будем бренды назвать, сосудосуживающей капли? – Да. – Они приводят к очень тяжелым последствиям, да? – Да, очень много. – Высушивает, да? – Высушивает и, если не ошибаюсь, полипы тоже, да, появляются? – Как это часто у вас происходит? – Смотрите, у кого, у пациента страдает именно аллергический ренит или постоянно капли капит, это как наркотик, это привыкание. Пациенты везде в карман, в машинах, в горы едут, в кармане эти капли капит, как наркотик. Это привыкание дает. Это, конечно, желательно. Сейчас такая современная маленькая операция, буквально 15 минут делается лазером. Вот это, когда мясо мы сократим, и уже без капли можно дышать полный грунт. – Сразу, сразу после операции. – Абсолютно. Безболезненно, без разреза, без эскальбеля, это лазер. – Вы пкань сокращаете, да? – Пкань сокращаем внутри, тогда вы можете дышать, отказаться от этой капли. Кабли, они очень вредны для нашего здорового, для организма, потому что это сосудосужащие. Начинают с головной боли, начинают с кровотечения, гибритрофия, ринит, именно функциональный ринит носа. И сейчас у нас очень много страдает именно этой проблемой. – Да, я знаю. – Поэтому здесь можно решить буквально 15 минут, обираться лазером, делаться, и можно домой идти. – А из-за этих капель, я понять не могу, анатомически зарастает, это почему так происходит? – Нет, смотрите, внутри носа, у нас анатомия смотрит, внутри есть перегородка, хрящ. Кабли, она никак выровняет этот хрящ, если скривлен. Но у бабоков есть ниже носовых рак, они как виноград, чарики, ткани. – Да, да. – Они, например, при аллергии, они отыкают, – Сжимаются. – Закрылся. – Кабли-кабли сосуды сократились, нос дышал на 2-3 часа. – Да. – Вот так, да. – А мы один раз лазером сократим, и все, на это уже пациент может полную грудь дышать. – Ну вот у меня тоже такая история, то есть получается, не то, что там бывает, не то, что там бывает, как бы там, извиняюсь, там течет из носа. – Да, да. – Отек. – То есть вот отек, табра, выжигается и приходится в каком-то. – Ой, спасибо вам большое, что к нам пришли. – Очень приятно. – К сожалению, вот эфирное время у нас подошло уже к концу. Я однозначно приду, не за своим носом. – Приходите, будем рады. – За чужим носом. – Я хочу мужа своего спасти. Спасибо вам большое. – Спасибо вам большое. – Спасибо большое. – И можно всем вместе говорить, до завтра. – До завтра. – Специальные слов не говори. – Мам. Завтра встречайте обязательно нас. – До завтра. – Устанут светят фонари. Субтитры подогнал «Симон»